Я задаю, как бы, уважаемой аудитории такую постановку. Смотрите, если мы начинаем, раскрываем главу Ки-Ти-Ц, мы видим, просто совершенно очевидно бросается в глаза некоторая явно последовательность событий, которые выглядят как хроника известного падения, хроника падения известного заранее. Фактаж какой? Есть известный эпизод, который называется Иша-Яфато. То есть, женщина красивый образом. Это 21 глава, 11 стих. Читаю перевод. Увидишь в плену женщину красивый видом, и выжелаешь ее, возьмешь к себе в жены. Через буквально несколько стихов после этого идет следующий эпизод. Сказано, у тебя будет две жены, и начинается проблема с сыном, который от жены ненавистный. А именно, если будут у мужа две жены, одна любимая, одна нелюбимая, они родят ему сыновей, любимые и нелюбимые, и будет первородный сын от нелюбимой. Проблема. Окей? Дальше. Проблема завинчивается. Почему? Через пару пасуков, да, 21-18, начинается страшная история про Бен Суреро-Муре. Бен Суреро-Муре – это типаж, это идиома, да, по-русски переводят, я посмотрел, строптивый. Мне, почему, строптивый не очень нравится, да. Мне больше нравится, мне больше нравится выражение, это, да, перевод такой, сын беспутный, строптивый, да. По-моему, это что-то типа бунтарь, человек, который ведет себя, или сын, который ведет себя вне всяких, как бы, моральных рамок, да. Теперь дальше. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вынести на постановку вопроса, да. По вашему мнению, какой моральный вывод из этой истории, из этих историй мы можем видеть? Вот из этой последовательности. Значит, закончу задавание вопроса и скажу, что я специально, специально не стал, как бы, углубляться, не хочу сказать пикантерию, не стал углубляться в то, что представляется гораздо более, ну, как бы, может быть, с первой, с точки зрения, объемным вопросом. Но вопрос, вообще, известный вопрос о том, почему Тора идет послабление человеческим чувством и разрешает здесь явно запрещенную вещь брать жену, и даже если это, что ты, что есть, замужнюю женщину, которую ты увидишь на войне, зачем вообще такое разрешение? Я не касался этого вопроса, да. Окей. Другой вопрос, который тоже я обозначаю, но не ответил, я знаю, да, известно, что зачастую мудрецы говорят, когда хотят что-то объяснить, они говорят, эйн мукдаму маухар бет ура, а именно, когда что-то хронологически не помогает или не мешает созданию, как бы, комментария, подхода, идеи, тогда нам говорят, что нету прямой последовательности. В данном случае практически все комментаторы, они говорят, вот такая прямая последовательность, падение, она приводит к нас к мысли о том, что здесь есть большой моральный урок. Окей, все. Я как бы задал, пожалуйста, я предоставляю слово, каждый желающий может сказать, если как бы понятно, вот этап основных вопросов, которые я сделал. Окей. Господа и дамы. Натана, можно? Да, конечно. Нужно, я бы сказал. Ну, я бы сказала, что тут, ну, если брать самый прямой смысл, ну, наверное, как вот ты сказал правильно, это результат того, что человек, как, что приведет, что будет, если человек пойдет на поводу своих страстей, скажем так. Вот он увидел, пошел на войну, увидел красивую женщину, ну, прошел бы мимо. Нет, не прошел мимо. Хотя там дает всяких много условий, то есть он не должен сразу на нее набрасываться, он должен привезти ее домой, там, ждать какой-то срок, она должна там не стричься, не мыться, она некрасивая, страшная. Вот если через этот срок она все равно, он не передумает ее взять там жены, вот тогда они могут жить, но тем не менее, все равно, вот есть, его предупреждают, что есть много всяких опасностей, что она ему там опротивит, она будет нелюбимой женой, она родит сына, который будет буйным, и т.д. и т.п. тем более, ну как бы вот все равно, то есть вот к чему приводит то, что вот человек, так сказать, поддался какому-то там внешнему обаянию вот этой женщине. Сказано красивое видом, а что такое красивое видом? Ну как бы, это же понятие такое относительное, кому красивое, кому некрасивое, вот примерно так. То есть видно лично, вот его как-то очень потянуло к этой женщине. Окей, я должен на одну секунду буквально выйти, тут принесли посылку, хорошо, я очень прошу, продолжайте разговор, не пропадайте, я одну секунду выхожу и возвращаюсь обратно. Sorry. Нехама, Дима, пожалуйста. Ну я могу рассказывать на эту тему 3 часа, я могу, смотрите, задача спровоцировать на дискуссию, да, мне нравится понятие Ораха и Макадоша, здесь нет женщины вообще, некрасивой, некрасивой, здесь есть душа, и эти души были разбросаны среди неевреев, в том числе и среди кнаанейцев, и я понимаю, среди русских и украинцев, наверное, и эти души, они святые по Ораха и Макадошу, их солдат только во время войны, только во время действий, когда сам находится под шхиной, когда солдат исполняет заповедь войны, его окружает шхина, и у него открывается третий глаз, и он в эти святые души видит каким-то чудесным образом, и он их просто собирает, короче говоря, это гиюр номер два, в данном случае идет сбор всех хороших святых душ солдатам прямо на поле боя, это Ораха и Макадош, а эти святые души могут быть у красивых, у некрасивых, и вообще красота понятие относительное, как и ненависть, я могу вам сказать про Равошерки, он говорит, что здесь нет ненавистной жены, просто нет, есть снуа, а у нас есть два слова, говорит Равошерки, есть лесно, а есть лесонод, так вот лесно, это не ненавидеть, это просто меньше любить, а лесонод, это ненавидеть, поэтому у нас две жены, одна хорошо любимая, а вторая чуть хуже, вот, это Равошерки, я его обожаю, он как бы взял, все, а если женщина пошла на войну, она может так само собирать души? Нет, я думаю, что нет. Мужские, мужские души, мужские. Можно мне сказать пару длинных слов? Во-первых, я хотела поддержать Диму, сказать, что это вообще такой подход Рафаэм Кадош, и то же самое он объясняет про спуск в Египет, что они туда пришли, чтобы вытащить оттуда искры, вот эти души, которые они вывели из Египта. Но я хочу сказать, что то, что Дима говорит, то, что Архайм Кадош, и даже то, что говорит Натан, это все относится все-таки к уровню драж. То есть мудрецы нашли некую последовательность в старе, и они его растолковали в смысле морали. Вот не давать, как сказала правильно Анна, не давая воли страстям, это очень важный принцип, они его показали на модели, вот это вот так устроено последовательность в старе, и такие случаи бывают и в других местах, они говорят, почему глава о соте неверной или предположительно неверной примыкает к главе о назее, о том, кто отказывается от вина и других виноградных продуктов, потому что вот тот, кто увидит перед собой соту, тот откажется от вина. Но на самом деле это все в рамках драша, это очень интересный такой драша, можно обсудить действительно вопрос, как человек скатывается с моральным ступенем, как говорят наши мудрецы, в другом месте, без всякой привязки к таре, просто из общих соображений, это им понятно, это видно перед их глазами, человек согрешил один раз, это еще ничего, он может рассказать, но если он согрешил второй раз, третий раз, дальше это у него становится уже как будто ему разрешено, и он таким образом катится вниз, то есть это моральных уроков нам мудрецы дают много, иногда они основываются на тарифе, что более интересно на мой взгляд, это комментарий, который относится к шату, к структуре книги творимых, которые находят в последних главах, которые идут после рассказа о даровании и таре и десяти заповедей, расшифровку десяти заповедей, то есть каждая группа законов, которые следуют за этим, представляет собой расшифровку какой-то определенной заповеди, как например в прошлой недельной главе мы говорили об убийстве, о войне и так далее, все это расшифровка, конкретизация общей идеи, общего принципа неубий, сказанного в десяти заповедях, и вот на границе нашего раздела происходит переход как бы от заповедей, связанных с войной, в заповедей личных, которые расшифровывают эту заповедь не не альтинав, ну не прелюбодействуя, не прелюбодействуя. И тут идут у нас различные всякие случаи, начинается это все, как ни странно, вот именно с этой красивой женщиной, которая, поскольку это как бы соприкасается с войной, соприкасается с темой войны и убийства, и тут это происходит на переходе из одного в другое, и вообще говоря, это, конечно, очень интересная сама себе глава, и по поводу нее, даже по поводу пшата, есть много разногласий, основные разногласия происходят по поводу того, в чем задача всех этих условий, которые стоят перед человеком, или мы хотим предотвратить этим ассимиляцию, женить буду на нееврейках, да, или если мы, так сказать, смотрим с точки зрения Тхайм, когда уж это позитивное какое-то явление, то тогда мы увидим это все со всем другой стороны, мы увидим это со стороны человечности. Хорошо, я разрешил тебе ее взять, но ты не имеешь, нет, это кто-то говорит, но, Нехама, если можно, это дико интересно, но мы даже это тоже. Я уже кончаю, но ты обязан, обязан дать ей возможность оплакать свою судьбу, оплакать своих родителей, дай, оставь его в покое на некоторое время, да, если все знаки, которые там перечислены, это знаки траура, дай ей возможность посидеть в трауре, потом посмотрим. Совсем совсем среди нас присутствует, во-первых, пожалуйста, следите за микрофоном, среди нас присутствует шифра, правильно, мне очень странно, что шифра не задает вопрос, который она должна была быть стопроцентно задать, вот этот вопрос, который мучает меня, да, простейшая вещь в любой армии цивилизованной страны, я уже не говорю про царь, я делал военные сборы, у нас судили людей, которые в салоне у арабов проходя, да, брали стакан с водой, выпивали, солдат, который нас берет, насилует, да он и по трибуналу вообще, тра получается, моральная книга, как можно вообще отсюда какие-то морали, либо, либо, тогда объясните, скажите, смотрите, сейчас-то продвинулось, у нас теперь другие законы, окей, но на мой взгляд, на мой взгляд, я не знаю, как это объяснить, я не знаю, как это объяснить, женщин тогда же не хватало во все древние времена, потому что они умирали чаще от родов, и поэтому с точки зрения как бы мужчин, всегда была борьба некая за женщин, и недаром то же самое, ну, исторически воровали женщин целыми городами, это один, видимо, пример, каким образом можно взять женщину, когда действительно нету женщины, но при этом так, чтобы сделать ее соответствующим образом своей еврейкой, да, я понимаю, но у вас ответ, мне кажется, он находится, вы объяснили, я слышал наоборот, мужчин, я слышал наоборот, мужчин было меньше, чем женщин, потому что отсюда полигамия почти во многих обществах, да, но это все объяснение в рамках, мужчины погибали в войнах, поэтому мужчин не хватало, женщин было больше, отсюда полигамия, там же речь идет дальше, а у многоженцы, будут две жены, ну, значит, у него же есть жена, а он еще одну жену себе решила предоставить, Ань, я понимаю, но вопрос, вопрос мой, вопрос мой, он такой, А можно Диме вопрос задать? Сейчас, секунду, только закончу эту, закончу фразу, вопрос был такой, если мы считаем, мы верим, мы считаем, говорите, как угодно, что Тура, эта книга надвременная, ее учили сотни лет назад, ее учили тысячи лет назад, ее учим мы, и ее с Божьей помощью будут учить дальше, ну, как Тура, можно сказать, что какие-то вещи, эпизоды, как угодно, описанные здесь, они нерелевантны, либо надо объяснить это по-другому. Значит, бери переносный смысл, пожалуйста, вот, как Дима предложил вариант, там, у солдат собирает еврейские души, разбросанные там в человечестве, еще более высокий вариант, там, это речь идет вообще не о войне, а о духовной борьбе человека с дурным началом, вот он там, выходит на войну с дурным началом, и его что-то там, женщина красиво видом, это какие-то грехи, которые его там соблазняют. Ну, фахтаж, остряги ноги, все это, понимаешь, очень как бы практически, это, не знаю. Да, Гриш, ты хотел что-то сказать, пожалуйста. Да, я хотел сказать, а можно... прошу прощения. Можно вообще поставить, вот давайте так вот немножко пофантазируем, что в центре этой главы сын, сын, который родился от такого вот брака, где на войне, или не на войне, но так или иначе, было какое-то принуждение. Вот. И каким он вырастет? И перед нами как бы несколько вариантов. То есть, во-первых, будет он уважать своих родителей? Нет, вряд ли, если он узнает, так сказать, как это все происходило. Если он их не будет уважать, то понятно, каким он будет расти. У него перед глазами не будет положительного примера. А дальше, вот как такая развилочка. Один вариант, что он развивается в плохом направлении, то есть, он становится и жестоким, и все, что там дальше говорится, и так далее. Другой вариант... Да, и самое главное, что, конечно, у него и зависть, отчуждение от своих братьев, которые, так скажем, из благополучных семей. И другой вариант, здесь же предлагается вариант его исправления. Вот братья, которых ты до этого не знал, не любил, чувствовал себя от них далеким. Ну вот, пожалуйста, вот тебе вариант, как с ними, так сказать, подружиться, как войти обратно в общество. А если женишься и построишь свой дом, то не бери туда, так сказать, груз из прошлой жизни. Построй вот такую вот ограду. Как бы вот такие вот две истории, где в центре сын. Окей. Мне, мне, лично мне, лично мне нравится это направление мысли. Я лично, и сейчас я как бы готов или рад услышать, кто-то скажет еще свои мнения. Мне больше лежит душа к объяснению не как бы абстрактному, отвлеченному, что это чисто символические принципы, да. Мне больше нравится вот такой психологический расклад. Мне, лично мне, лично мне нравится достаточно простой житейский вывод. Мудрецы говорят, это приведено прежде всего для того, чтобы человек, делая какие-то, совершая действия, называется, наиверите, твах-кацар, на короткой дистанции, он думал про твах-арох везде, и в личной жизни, и в общественной, и государственной. Да, известная, известная поговорка, да, еврейского Моэля, да, ну, еврейского, который делает обрезание. Семь раз отмеряю, один раз отрежь. Вот тут как бы такая же идея. Все время это очень тяжело. Я знаю это про себя. Я знаю это про других людей. О том, что делая сейчас, особенно когда человек делает что-то, связанное с сильными чувствами, с обуреванием, с которым, это выше него. Известная фраза так в фильмах, это выше меня, я ничего не могу с этим сделать. Это дико тяжело. Но тем не менее, тем не менее, правильно, правильно человек должен действительно просчитывать ходы, и смотреть, что с этого получится. Потому что вообще, вот в этот, я последнюю как бы стадию вот этого падения не сказал. Последняя стадия, это стадия повешенном, да? То есть человек его судит, его повесят, и как бы его нельзя оставить. То есть в конце он вообще кончается просто вообще. Это потрясающе, совершенно театр разыгран. Окей? У кого-то что-то еще, что-то есть? Да, я все-таки хочу. Можно, да? Да, конечно. Значит, я хочу сказать вот какую вещь. Там, если читать Тору, там не написано про насилие. Там не написано. Если он увидит красивую женщину, то пусть он ее к себе возьмет домой. Нигде не сказано, что он должен кого-то насиловать. Извините. Написано. она простая, знаете, я там читать не могу. Написано про насилие, написано. Я думаю, дорогая шифра. Не продавай, не продавай ее, потому что ты ее насиловал. Нет, там нет, не сказано насиловать, ты ее принудил. Сказано, ты ее принудил. Ты видишь, плену женщину красивую, и там выжилаешь, и возьмешь. Что значит возьмешь? Ну как солдат берет, да? Ну понятно, что он мне не говорит? это извини, Наталья, тут тебе преувеличивают. Потому что, когда написано про раму, написано. Ну он, наверное, сказал ей, давай сделаем дейт, пойдем в кафе, встретимся, поговорим. Не, не, секунду, Я сейчас роман спою. Но Дима прав, потому что сказано, что он действительно ее принудил. Это ясно, и поэтому он не может от нее избавиться потом. Шифры вместо того, чтобы заострить ситуацию. Можно я продолжу, пожалуйста? Можно я продолжу, я отвечу на этот вопрос? Да, да, да. Потому что действительно сказано потом, что ты ее принудил. Ну ты же ее взял, ты притащил ее к себе домой, ты ее обрил, и остриг, и одел в лохмотья. Это разве не принуждение? Понимаете? Потому что, если это солдат, который взял на войне женщину, изнасиловал, и пошел дальше, так, извините, разговаривать не о чем. Тут разговаривать не о чем. Понимаете? А если мы говорим о каком-то построении отношений, то совершенно необязательно начинать, то есть даже невозможно начать. Я не представляю себе женщину, я не представляю себе женщину, которая после того, как ее изнасиловали, потом взяли ее за шкирку, притащили куда-то, которая может быть, может стать какой-то там, вообще какой-то женой. Если он ее по-хорошему привел, если он ее по-хорошему, как-то с ней строил вот эти отношения вот этот месяц, то может быть, может быть, получится одно, но ведь все равно. Давайте посмотрим, это же солдат, который победил, который убил ее семью, который привел ее в плен, который поломал всю ее жизнь. Чудовичная ситуация. Поэтому отсюда начинаются все проблемы, которые дальше мы обсуждаем, с которой будет жена любимая, не любимая, с ним такой секой и так далее. Да. Ну вопрос только в том, да, Андрей, я знаю сейчас, вопрос только в том, да, вопрос в том, почему Тора здесь идет на поводу у желания человека? Почему во всех остальных запрещениях не говорится? Почему не возлюбишь Эшет Иш, жену ближнего? Почему не скажешь? Натан, 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 нельзя идти со своим уставом в чужой огород. Представьте себе, вы пришли с войной, вы победили, вы убили, скажем, мужчин, которые были в этом месте, остались женщины и дети. Что вы с ними делаете? Значит, вы кого-то продаете в рабство. Я вам скажу, мы окажем, как красивым видом женщину, вы можете взять, подумайте над генетикой. Тора, она не очень глупая, понимаете? Такой вопрос, как генетика, тоже рассматривался. Возьми красивую женщину, приведи в свой народ, оздорови немножко генетику. Окей. Ну, хорошо. Это интересное направление мысли. Андрей, хотя уже что-то сказать. Да, 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 да. Андрей, слеха, мы с тобой. Был урок Рава Шерки по Раби Нахману, который рассматривает гамма-брит, ну, то есть, общее название для преступлений в половой сфере, нарушения завета. Как корень вообще всех грехов и рассматривает его в таком количестве аспектов на разных уровнях, там, глобальных и неглобальных, что становится вообще непонятно, что он имеет в виду под гамма-брит. И тогда запутавшиеся ученики попросили Рава Шерки дать общее определение в гамма-брит, которое бы включало в себя все. А и тогда он сказал, гамма-брит, нарушение союза, это когда человек предпочитает сиюминутное вечному. Вот. И вот это как раз и пытается нам сказать Тора, да, который можно рассматривать, как такой сад расходящихся тропок, да, цепи причины-следствия. Если ты сделаешь так, то будет вот это. И вот он захотел женщину красиво видом, а дальше мы смотрим, что из этого может выйти. И вот кончается как раз человеком, висящим на дереве. Окей. Мы более... Но я все же хочу настоять на том, что это драж. Это неплохой драж, но поскольку Тора здесь разрешает ему это делать, то это вовсе не обязательно должен быть намек на то, что потом все плохо кончится. Все может кончиться еще очень хорошо. А на твой вопрос, Натан, это же не единственное место, в котором у нас там волосы дыбом стоят, как Тора это разрешает. Как Тора разрешает рабство? Но мы понимаем, что Тора была дана не в 20 веке, не в том моральном состоянии, в котором мы находимся, а в совершенно других общественных условиях, международных условиях и так далее. Поэтому многие вещи там, которые сейчас уже неприемлемы совершенно, тогда невозможно было без них. Невозможно было запретить им совершенно рабство. Можно было его сгладить. Можно было потребовать от него человеческого отношения. Невозможно было в такой войне потребовать от людей не брать... Как это? Шлаль, ну... Награбленная, добыча. Да, трофеи. Трофеи, да. Потому что у нас тоже в справедливой войне советской тащили страшное из Германии все трофейное. Да. Или не брать женщин. И главное, что насилие на воле боя это не кончилось в те времена. И в 20 веке она тоже продолжалась. Поэтому Тора не может это запретить. Она движется ступенями. Она требует от нас подняться, от того народа подняться на некую определенную ступень. Не ниже. Вот такой вот уровень. И с тем, что мы потом продвинулись дальше, мы не хотим забывать, где мы были. Мы помним, откуда мы пришли. И в роду Машефа была Рудма Витянка. Мы этому не стесняемся. Главное, из самых темных мест мы должны подняться к свету. Но это естественно. Это не единственное место в тарифе, которое... Вопрос, который у меня... Вопрос, который у меня... Почему бы не надо было, если нам важен моральный вывод? Почему Тора не написано в виде некоторых сутр, в котором мне даются технические подробности? Возьми, остреги ногти, то, сё, пятый... Почему? Почему было сказано «продумывай свои шаги»? Какие-то общие вещи мы бы не связывали с временными положениями. Я именно это и говорю, что это в шаг. Во в шагу это не моральный урок, что ты должен думать о будущем. А это следующий этап, который ты тоже можешь сделать вывод из этой же самой последовательности, что кто-то знает, что может плохо кончиться. Но это аргументы в руках... Это да. Но сам по себе... Послушай, но это аргументы в руках тех, которые скажут, «Ваша книга, Тора, посмотрите, эта книга историческая, она описывает ситуации, которые неприемлемы для нас. Зачем мне её учить?» А Тора сейчас не существует. Нерелеванно. Нет, Сахар не подают сегодня женщин, не насилы, ничего не происходит. А дай Бог, чтобы вот так вот требованиями сегодня все отвечали на русский. Я не понимаю, Натан. Ты очень часто смотришь на Тору как христианин. То есть ты ищешь там только добро, только счастье, только радость, только любовь. Книга Тора, она настоящая. Там есть и жизнь, и убийство, и плохо, и хорошо, и зло, и добро. Это настоящая книга. Шекспир. Есть всё в этой книге. Шекспир. А между прочим, Шекспир – это один из немногих, который очень хорошо понимал то, что принципы многие, которые говорят, но я сейчас не буду за этим касаться. Послушай, есть люди, есть люди, да, не называя, которые говорят, что сказка «Красная шапочка», она аморальная, понимаешь? И приводят примеры вообще. Что за дела вообще? В пароле живот он, он с этим лежит, с этим лежит, чей он муж, и пятое, десятое. Тут совершенно аморальная история. Какой солдат может себе позволить брать тебе жену? А ты мне говоришь. Это вопрос. Я не знаю, как его сделать. Почему же аморально? Это аморально с точки зрения сегодняшнего нашего... Тара – это вечная книга, Тара – это вечная книга. Но она должна была бы работать в том поколении, где она дана. Или ты сразу от них потребовал, приходишь к колонию малолетних преступников и говоришь, все, с завтрашнего дня мы все научимся играть на скрипке и читаем только возвышенную литературу и поэзи. Ну, ребят, мы не с этого начинаем. Начнем с того, чтобы не вровать, не убивать, не пытать. И все такое. Я... Сначала... Мой собственный ответ, мой собственный ответ для меня самого, да, он такой, для того, чтобы задевало, это должен быть круче, чем Шекспир. Там должны быть истории. Если это сутры, если эти сутры, они не проникают и не захватывают. Вот мое объяснение. Это мне совершенно не нравится. Ой, сделай круто нам, сделай, чтобы нас задевало. Не в этом дело. Не в этом совершенно смысл. Смысл тары, что законы в ней вытекают из жизни, из истории. Что вот посмотри, как тара построена. Что на самом деле законы не очень упорядочены, они немножко в беспорядке, и я не всегда могу в ней найти то, что мне надо. Но в ней самое главное, в ней главная история, нарратив, то, что называется. А законы уже вторичны, которые устраивают этот нарратив, они из него вытекают. И это главная идея тары, на самом деле, ее устройство. Потому что наша жизнь это нарратив, наша жизнь это история, и мы должны эти законы переживать как в тары, так и в нашей жизни. А вовсе, никогда лучше бы нас захватывало. Она и захватывает, что она к нам имеет отношение. Но это не прием такой, который тара применила, чтобы вау, чтобы было круто. Кто-то хочет что-то еще сказать, мы хотим перевести к следующему. Да, я хотел сказать, ну и что из этого мы как бы для Бенов, что это учит, главная цель, что мы сейчас можем это делать. Вот я вот вступил в армию, или вот такая ситуация у меня случилась, что я должен делать, как бы, или что должен человек делать вообще Бенов? Я тебе отвечу, я тебе отвечу. Вступил в армию, думай при выполнении приказа. Вступил в армию, ты не робот. Думай. Тара тебе говорит, думай. Могут быть последствия твоих действий. Все, вот мой ответ. Можно я по-другому отвечу? Это легко, это легко сказать. А вот я в армии увидел красивую, да, женщину, захватил Берлин, да, или там, что, Афганистане, да, Кабуле, или там. Смотри, пойдешь по трибуналу, пойдешь по трибуналу. Можно я отвечу, Можно? Да, да, пожалуйста. Можно, да? Да, конечно. Вот, вот если, вот как я вижу, да, этот вопрос, это очень правильный ответ, потому что, ну, как Раф Шеркин, например, как Раф Леон Аливин, например, говорит тоже все время, все время, все время он подчеркивает, что книга «Дворим», это книга, которая написана, когда мы стоим на границе своей страны. Мы заходим в свою страну, у нас сейчас будут войны, у нас будут войны. И написано не в духовных мирах, как себя вести, не морально облагораживаться. Написано простым языком, простым доступным языком. Все кивают головой. Шифра, с вами все согласны. Все кивают головой. Сто процентов. Значит, что делать? Что делать? Ты пойдешь на войну, ты увидишь красивую арабку. Ты не будь, как советский солдат в Германии. Ты не будь. Ты не советский солдат в Германии. Ты увидел красивую арабку. Возьми ее. А ты видишь, ей плохо. Она осталась без семьи, без парносы, без ничего. Ты ее взял к себе домой. Возьми ее к себе домой и поведи себя с ней прилично. Дай ей время, оплакать свою семью. Дай ей то, другое, пятое, восьмое. Она будет сидеть в трауре. Ты будешь на нее смотреть. Может, она тебе разонравится. Может, разонравится. Отпусти ее. Если она тебе не разонравилась. А, например, у тебя есть жена, старая и некрасивая. Может быть. Да. Вариант. Плохой вариант. Но может быть. Да. Вот. А теперь у тебя, значит, есть новая красивая жена. А сын-то от той, от первой жены, которая уже тебе первенца родила. Так вот, ты веди себя так, так и так. А если ты себя так вести не будешь, у тебя могут быть проблемы с твоими детьми. Это все очень практично, очень просто. Здесь, если мне позволено будет сказать, здесь написана очень простая вещь, как сделать ги-юр. Понимаете? Я вам скажу, ногами не бить, ногами не бить, я вам скажу такую вещь. Когда мы были в Галуте, наши бедные мужчины не могли нас защищать. Не могли. Было право первой ночи, было право, было право, например, помещик мог сказать, я вот эту женщину сейчас хочу, и ни один еврей не мог ему возразить, и она шла к этому помещику. И рождались дети, и мы знали, кто их мать, но мы не знали, кто их отец. И велось у нас еврейство по матери, но в Галуте. А если вы посмотрите, когда взяли, например, на бабушку царя, то никто, она сказала, твой Бог, мой Бог, все, она сделала ги-юр. Теперь ты привел свою жену к себе домой, ты ее посадила, она у тебя месяц сидела, она согласилась у тебя жить, все, это она сделала ги-юр, это описание ги-юра. Мы сейчас не будем еще вводить в вопрос. Окей, Шифра, огромное спасибо. От имени араб, я как арабская батя, как женщина, мне это очень понравилось, Драж, великолепный совершенно. Окей, мы продвигаемся вперед, все кивали головой. Дима, следующий вопрос будет твой, поэтому, соответственно, размерь то, что хочешь сейчас сказать. Нет, я быстро совсем скажу, ровно две секунды, я экономлю всех время. Действительно, отсюда, из этой пороши, а не из других, берутся и делаются огромное количество заповедей, связанных с ги-юром. У маймонида так точно. Более того, Рамбан, который спорит с маймонидом по некоторым заповедям, тоже спорит из этой пороши, маленькой, про красивую пленницу. У нас, смотрите, у нас, ну, страна евреи, это народ геров. Большинство всех женщин, они пришлые, они не от Авраама. И если бы он ее добровольно там нашел, на, скажем, войне, то она бы прошла ги-юр прямо там, недалеко, прямо на войне, все было бы хорошо. Это история о насильственном ги-юре. То есть, женщина, которая не хочет становиться еврейкой. Понимаете? То есть, это конкретная история про ги-юр. Это еще одна часть невидимая, скажем так. То есть, мы можем отсюда и мораль найти, и Аллаху найти, и поведение так, и поведение... Вот мы и учим. А ты на там, ты смотришь просто, вот то, что тут написано, ты и смотришь. А надо смотреть между строк.